Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Государственный оркестр русских народных инструментов Метелица под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Тонина и я, ведущий этого коллектива, Константин Никитин. Сегодня мы с вами перелеснем октябрьскую страницу нашего музыкально-исторического календаря. Есть известная поговорка. Когда говорят пушки, музы молчат. Это вольный пересказ из речения древнеримского философа Марка Цицерона. Иносказательный смысл поговорки ясен. Когда гремит оружие, то есть во время войн, искусство отступает на второстепенный план. Война и искусство. Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Но это не так. В дни суровых испытаний, в годы священной войны, 75-летия, которые мы вспоминаем в этом году, музы не молчали. В Москве, в блокадном Ленинграде, в других городах нашей страны работали театры, концертные залы, кинотеатры, проходили выставки, музыкальные и литературные конкурсы, издавались книги и ноты. А самой распространенной в годы войны формой концертной жизни были концертные бригады и небольшие ансамбли. Артисты фронтовых бригад вносили свой вклад в борьбу с врагом. Помогали людям не унывать, напоминали о доме и любимых, укрепляли в войнах мужество и веру в победу над врагом. Наибольшим успехом у слушателей в программах концертных бригад пользовались песни. В составе фронтовых бригад и ансамбли выступали Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Георгий Виноградов, Ефрем Флакс, Софья Преображенская, Вадим Козин и другие певцы. И была еще одна всенародно любимая исполнительница русских народных песен, 120-летие со дня рождения, которое мы отмечаем 14, а по старому стилю 27 октября. При крещении ей дали имя Прасковья, но в отечественную историю она вошла под артистическим псевдонимом Лидия Русланова. Липовековая над рекой стоит С первых дней Великой Отечественной войны Русланова выезжала на фронт в составе одной из концертных бригад. Боевое крещение она приняла под Ельней. И вот как вспоминала об этом. Только закончила одну из песен, как над головами появились юнкерсы и мессершмиты. Посыпались бомбы, затрещали пулеметы, задрожала земля от взрывов. Смотрю, никто и ухом не ведет, слушают, как в колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншеи, да и концерт прерывать не гоже. В общем, налет фашистов выдержала, программу довела до конца. Весной 1945 года Лидия Русланова вместе с наступающей армией прибыла в еще не освобожденный от гитлеровских войск Берлин. Один офицер, увидев ее на улице, закричал, «Куда идешь? Ложись! Убьют!» А Русланова посмотрела на него и ответила, «Да где ж это видано, чтобы русская песня врагу кланялась?» «Поет мне в землянке горной, про улыбку твою и глаза». Первое выступление Руслановой в Берлине состоялось 2 мая 1945 года на ступенях Рейхстага. Концерт продолжался до поздней ночи. Георгий Жуков снял со своей груди орден Отечественной войны первой степени и вручил Руслановой. А после концерта певица углем поставила свою подпись на колонне Рейхстага рядом с фамилиями советских солдат. Во время этого концерта солдаты больше всего просили Лидию Андреевну спеть знаменитые валенки. «Валенки! Валенки! Валенки! Валенки!» Песня «Валенки» Песня «Валенки», ставшая визитной карточкой Руслановой, появилась в ее репертуаре в ноябре 1941 года. Вообще-то, эта старинная цыганская плясовая таборная песня была широко известна уже в начале 1910 года. Ее исполняли многие певцы, ее записывали на грампластинки, ее публиковали в музыкальных изданиях. Но Русланова стала исполнять «Валенки» в своей собственной редакции, в которой мало что осталось от прежней мелодии. Вот как об этом вспоминала сама Лидия Андреевна. Я в прошлый раз, уезжая с фронта, унесла впечатление, что передо мной сидела тысячная толпа. Сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. Вот когда я увидела эту тысячную толпу, вытянутые ноги, все в валенках, я взяла готовую мелодию, которая у меня была где-то в голове, и приделала к ней этот рефренд. «Валенки, валенки». С того дня валенки звучали на всех выступлениях Руслановой, вспоминая о выдающейся русской певице, отмечая 120-летие ее рождения, как не вспомнить и о созданной ею задорной русской песне, в звуках которой навсегда запечатлелась бесстрашная удаль героев Великой Отечественной и неизбывная радость Великой Победы. Слушайте, в исполнении Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» звучат концертные вариации Александра Шалова на тему русской народной песни «Валенки». «Метелица» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА